привет давайте совершим небольшое путешествие по воспоминаниям мне только исполнилось 16 лет я получил свою первую работу мороженщик фургоне баскин роббинс и первую машину о боже я был так рад когда узнал что в ней есть кассетный магнитофон если не знаете что это погуглите я думал блин чувак теперь можно больше не слушать радио пока я за рулем я могу сам выбрать песню перемотаем на несколько лет вперед ладно на несколько десятилетий и вот он я подключаюсь к автомобильным колонкам по bluetooth у прямо с телефона и как это все работает господи как быстро все меняется беспроводные колонки наушники hands-free гарнитуры что за магия скрывается за этими технологиями пока я не начал объяснять давайте снова отправимся в прошлое на экскурсию идея того что мы сегодня называем bluetooth впервые была представлена в 1989 году доктор нильс рюдбек главный технический директор компании ericsson mobile и изобретатель доктор йохан ульман придумали революционный проект пары беспроводных наушников ведь давайте будем честными все эти кабели и провода так бесит это была серьезная задача так что они пригласили принять участие доктора я по хардстона всего пять лет спустя он стал инженером совершившим прорыв и составившим первый протокол еще пять лет ушло на создание идеальной технологии и наконец в 1999 году они представили миру первые hands-free наушники на выставке компьютерных технологий комдекс в лас-вегасе они даже взяли там первое место иногда то что происходит в лас-вегасе не остается в лас-вегасе технологию назвали bluetooth и тут напрашивается вопрос что значит это странное имя но в то время три коллеги работали отдельно друг от друга над созданием радиотехнологии ближнего радиуса действия которая связывала бы компьютеры и другие девайсы с помощью коротких волн но так как открытие находилось на начальном этапе intel ericsson и nokia решили что лучше создать единый стандарт беспроводной связи джим кардач работавший в intel читал тогда историческую книгу о короле викингов харальди блютусе синизубом гормсоне объединившим враждующие племена дании норвегии и швеции эта история вдохновила кардача и он предложил назвать девайс для ближней связи bluetooth вот так вот а если вам интересно как харальд снизубой получил такое прозвище это по распространенной версии у него был гнилой синеватый зуб ученые отдали дань уважения великому викингу и когда дело дошло до логотипа по-моему выглядит как обычная би но если присмотреться или если вы знаете рунный алфавит вы заметите что он состоит из двух разных символов они представляют собой две буквы имени короля х и б харальд bluetooth ладно можно обойтись и без исторических ликбесов давайте углубимся в тайны технологии bluetooth bluetooth работает почти как вайфай он использует радиоволны чтобы пересылать информацию между устройствами на ближних расстояниях тогда как вайфай использует их для передачи данных между маршрутизатором то откуда исходит сигнал вайфай и девайсом bluetooth же осуществляет это между самими устройствами таким образом по сути если у двух гаджетов есть bluetooth они могут обмениваться данными такая коммуникация измеряется в гигагерцах и bluetooth и вайфай работают в диапазоне частот в районе двух целых четырех десятых гигагерц это значит что радиоволны представьте что это настоящие волны распространяются в большом количестве и очень быстро вот так 2,4 миллиарда волн в секунду поэтому когда вы включаете свою беспроводную мышку курсор начинает метаться по экрану компьютера несмотря на то что bluetooth работает на частоте двух целых четырех десятых гигагерца как и вайфай в большинстве своем он действует на ближних расстояниях и использует намного более слабый сигнал всего 1 милливатт мощности знаете эти маленькие лазерные указки за которыми любят гоняться котики даже они используют 5 милливатт мощности и благодаря этому примеру можно понять насколько слаб один блютусу не нужна высокая мощность как вайфаю ведь ему не приходится проделывать так много работы но круто что через bluetooth можно связать 8 устройств одновременно и не перебивать работу других беспроводных систем как например гаражных ворот или радионянь у вайфая с этим проблемы вот вам пример из жизни допустим вы слушаете музыку с ноутбука через беспроводные наушники и печатаете на беспроводной клавиатуре передатчики bluetooth на компьютере и девайсах используют семьдесят девять различных частот в этом диапазоне чтобы ваша музыка не перебивала работу клавиатуры частота сигнала меняется одну тысячу 600 раз каждую секунду когда вы пытаетесь подключиться к девайсу с телефона через bluetooth между ними происходит что-то типа разговора привет чувак ты как не так уж и плохо они предоставляют данные и решают стоит ли обмениваться информацией или одному надо проконтролировать другого что ты хочешь чтоб я сделал после короткого цифрового диалога оба девайса соглашаются на свои роли и подключаются друг другу образовывая сеть сеть bluetooth объединенных девайсов называется пиканет когда соединение установлено они начинают скачкообразную перестройку частоты чтобы постоянно оставаться на связи и избегать помех можно даже унести устройство с собой в другую комнату и она все равно будет работать но если конечно не уходить слишком далеко bluetooth огромная часть нашей повседневной жизни но большую часть времени его никто не замечает если вам интересно какие устройства сейчас использует bluetooth ответ такой почти все телефоны накладные и вакуумные наушники колонки и стереосистемы телевизоры фотоаппараты автомобили планшеты игровые приставки не сосчитать если бы вы смогли увидеть как они работают это было бы зрелище представьте что вы видите пиканет радиочастот снующих между всеми девайсами с поддержкой bluetooth в вашем доме беспроводная мышка чатится с компьютером а колонка болтает с телефоном и самое приятное что никто из них не лезет в чужой разговор этого не происходит не только из-за скачков частоты а еще и потому что у каждого девайса есть собственный адрес запрограммированный производителями так что даже если мышка получает сообщение от телевизора она автоматически их игнорирует потому что у них разные адреса но работу bluetooth а также вызывает пару вопросов о безопасности как и в любых настройках беспроводной сети всегда возникает тревога при передаче персональных данных с помощью радиоволн вдруг они попадут не в те руки когда bluetooth только появился было очень просто получить доступ к информации и без согласия но со временем технология стала намного безопаснее разработчики bluetooth просчитывают риски так что уже многое сделано чтобы защитить девайс от взлома видите ли почти во всех гаджетах есть опция доверенное устройство которое не даст возможность поделиться информацией без разрешения и другим тоже придется попросить доступ к вашему девайсу но давайте не будем забывать про спам сейчас появился новый тренд под названием блюджекин это когда человек или компания присылает вам электронную визитку или любое другое текстовое сообщение через bluetooth конечно увидев такое можно проигнорировать это или же запаниковать но подобное обычно происходит в общественных местах где все сидят в телефонах этого можно избежать просто выведя свое устройство из режима обнаружения когда вы находитесь вне дома а если это все-таки произошло не переживайте просто выключите bluetooth и удалите атакующее устройство из списка доверенных вот мы и разобрались с блюджекерами теперь давайте поговорим о здоровье к сожалению было найдено мало доказательств и проведено недостаточно исследований bluetooth чтобы сказать точно вреден он или нет это довольно сложный вопрос ведь волны bluetooth всего лишь часть беспроводного смога окружающего нас каждый день но возможно это вас успокоит количество неонизирующего излучения присутствующего в bluetooth наушниках намного меньше чем в обычном мобильном телефоне поэтому если вы переживаете что bluetooth может как-то повлиять на ваше здоровье для начала выбросите телефон но все же телефон не причина для тревог существуют регулирующие организации призванные защищать людей от воздействия слишком большого количества радиочастот с наших устройств например федеральная комиссия по связи с сша следит чтобы производители мобильных телефонов не выпускали на рынок устройства превышающие предельные по мнению ученых показатель вредных радиочастот который может поглотить тело человека из одного гаджета он называется удельным коэффициентом поглощения сей are всегда можно проверить прямо в магазине какие модели имеют самый низкий показатель так что не беспокойтесь об этом плане здравоохранения все находится под контролем и постоянно перепроверяется в общем я считаю что включить bluetooth намного лучше чем запутываться в проводах и менять диски или кассеты в вашем автомобиле а вы пользуетесь bluetooth в повседневной жизни если да то для чего расскажите в комментариях если сегодня вы узнали что-то новое поставьте этому видео лайк и поделитесь им с друзьями но и не выключайте режим обнаружения у нас есть около двух тысяч классных видео для вас надо всего лишь выбрать видео справа или слева кликнуть на него и наслаждайтесь оставайтесь с адми